Марина Влади в своих мемуарах вспоминала, как по поводу приезда ее мужа в Лос-Анджелес была организована вечеринка, на которую собрались крупнейшие голливудские звезды эпохи. Рок Хадсон, Пол Ньюмен, Грегори Пек, Роберт Де Ниро, Лайза Миннелли. Высоцкий исполнил несколько своих песен. Актеры не понимали по-русски ни слова, но были зачарованы энергетикой певца. Творчество Владимира Семеновича очень многогранное. Здесь можно увидеть и сатиру, и какие-то глубокие любовные переживания. Поэтому в разные этапы своего жизненного пути человек может прийти к той или иной ветке его творчества, найти для себя что-то интересное, что-то новое. Плюс ко всему, лично я считаю, что до творчества Владимира Семеновича иногда нужно дорасти. Мы можем его не понимать иногда, не откликается у нас что-то в душе. Но потом, спустя время, мне кажется, любой человек находит для себя песню, стихотворение, какое-то, может быть, театральное его выступление, и обязательно вот где-то в груди царапнет и оставит след. В память о Высоцком по всей стране проходит множество мероприятий, не стало исключением и Рязань. В лесопарке собрались любители его творчества, пели песни, читали стихи, обсуждали некоторые факты из жизни. Ведь биография поэта и исполнителя сама по себе похожа на драматический фильм. Концепция сегодняшнего мероприятия – это встреча старых добрых друзей, это уютный такой квартирник. Эх, раз, да еще раз, еще много-много-много-много, эх, раз, да еще раз, еще много-много-много раз. Рязанский лесопарк давно стал центром притяжения для рязанцев. Здесь можно прогуляться с детьми, для них организовано много интересных локаций, позаниматься спортом в центре под мостом, выпить чаю, покататься на велосипеде, а также прийти вот на такое мероприятие. Я коней напою, я куплет допою, Хоть немного еще постою на краю.